здравствуйте сегодня мы с вами посмотрим видео обзор вот интернет-магазина iklon.net новая брендовая модель от китайского производителя giu модель g2 давайте для начала смотрим что у нас есть внутри коробочки такая интересная коробочка и есть инструкция довольно таки обширно к сожалению на китайском модель g2 на операционной системе 403 сам аппарат моего покажи немножко посмотрим для начала давайте осмотрим с вами комплектацию что же у нас идет комплект так видим что это гарантийное обязательство вот китайского производителя в интернет-магазине icon.net есть украинская гарантия поэтому можно не переживать за обслуживание и гарантийный срок на 12 месяцев также есть в комплекте у нас кабель для подключения компьютеру и синхронизации для зарядного устройства вот оно само зарядное устройство так что у нас здесь 5 вольт 500 миллиампер и вместе есть светодиод для определения заряда и переходничок под наши розетки вот еще в комплекте у нас идут наушники так наушники у нас с разъемом 35 функция hands free свободной руки очень маленькая такая штучка микрофончик и брендовое название джа и вакуумные наушники довольно хорошее качество воспроизведения наушников также также есть батарея батарея тоже производителя джа и никакая там левая 2050 миллиампер ну давайте теперь с вами посмотрим сам девайс на его производительность и работоспособность что нам покажет наших тестах давайте внешний вид для начала наверно посмотрим с вами значит задняя крышка прорезиненная матовая с логотипом жаю есть динамика отверстие для фотокамеры фото вспышки все кнопочки встроены заднюю крышку пластик очень качественный на на ощущение очень хорош сам телефон внутри есть два слота для bcdmi gsm карт также для micro sd до 32 их ну и сам телефон внешний вид на передней панели мы с вами видим как всегда экран вас интересует это емкостной IPS экран с поддержкой мульти-тач насколько касание мы проверим с помощью программ при включении 4 дюйма WVGA 16 миллионов цветов разрешение экрана хорошая 800 на 480 пикселей g-сенсор датчик положение телефона пространства IPS экран 325 точек на дюйм это больше чем распознает человеческий глаз такие экраны используют профессиональные фотографы для редактирования фотографий хорошего качества на передней панели мы с вами также видим разговорный динамик закрытый сеточкой металлической есть у нас фронтальная камера 0 3 пикселя для видеозвонков возможность фотографировать и делать видеосъемки с помощью встроенной функции фотоаппарат на этой модели есть датчик освещенности датчик приближения датчик заряда тоже при заряде мигает лампочка и на нижней передней панели мы с вами видим механическую кнопку возврата домой есть также и две сенсорные кнопки возврат и меню сама кнопочка визуально кажется что она утопленная на самом деле она идет заподлицо визуально кажется что она внутри значит на боковых ребрах телефона мы видим с левой стороны качельку громкости увеличение уменьшения на верхней части телефона мы видим с вами разъем для стерео наушников 35 кнопку включения выключения нашего девайса также блокировки экрана с правой стороны чисто нас панель снизу мы видим с вами разъем для подключения зарядного устройства и синхронизации с компьютером есть маленький разъемчик для разговорного динамика и вырез для открытия сама крыш на задней панели мы с вами наблюдаем переднюю камеру производитель указал 8 пикселей мы с вами тоже это проверим есть светодиод логотип фирмы jayu и название теперь давайте мы с вами включим сам девайс протестируем его несколько тестов проведем как он ведет себя в играх звучание фотографии что он себе может показать так мы видим с вами аппарат запустился операционная система 403 на базе процессора mediatek mt 6575 cortex a9 часовой 1 гигагерц встроенный ускоритель у нас идет 3d power в р gx 531 экранное ощущение здесь еще есть защитная пленка предпродажная но как видим реагирует на касание быстро включили автоповорот экрана давайте с вами проведем несколько тестов первый из них это мультитач с помощью такой же программки мультитач на 5 касаний у нас идет дальше протестируем с вами на возможность других датчиков допустим тест видим 480 на 800 действительное разрешение экрана как указал производитель также мы с вами можем протестировать еще телефон на мультиконтакт на прерывание сенсора чувствительности его во всех точках если мы вводим в край статус датчиков акселерометр компас датчик магнитного поля датчик приближения и датчик освещения присутствует статус и вай фай есть статус и gps включить ждем сигнала gps датчик встроенный в эту модель можете использовать полнофункциональный gps навигатор в этом телефоне также и видеорегистратор есть возможность благодаря дополнительному софту как с маркета так и со сторонних сайтов информация о батарее 53 процента заряда напряжение 3765 вольт температура 26 предыдущих версиях мы осматривали было 36 батарея показывать себя хорошо эти иона и сведения системе бренд у нас lps модель g2 устройство с 9028 процессор аэромисе версии 7 армедия музыку 980 производитель указал один их но 20 метров где-то уходит на системное положение уже занято дальше выпуск 403 операционная система sdk 15 480 на 800 плотность 240 точек на дюйм очень высокая плотность еще есть у нас одна тестовая программка с помощью которой мы тоже с вами протестим все датчики основная камера основная камера размер предварительного просмотра 640 на 480 видим 1280 на 720 до разрешения частота кадра предварительного посмотра размер изображения 2560 на 1920 показала нам программка за 200 производитель указал 8 еще с помощью другой программки мы тоже протестируем фотокамеру посмотрим действительно ли не прав производитель дополнительная камера у нас 640 на 480 0 3 мегапикселя gps датчики если галочка стоит где на датчик и начните датчики нас присутствует есть возможность поставить gps навигатор вай фай сети также в этой модели реализована возможность вай фай роутера раздавать вай фай на ближайшие нетбуки ноутбуки планшеты и телефоны лишь бы оператор ваш поддерживал безлимитная раздачу bluetooth датчик включен gsm и мтс поддержки стандарты связи у нас идут wcdmi gsm и акселером это следующий датчик видим есть визуальное отображение датчика есть график и также x y z координат датчики меняются это есть чувствительность очень высокая компас аналогично передвигая изменять следующий датчик у нас идет экран что покажет нас и нам экран в этой версии программная высота писали 800 на 480 такие с плотность 240 остальные датчики не показывают потому что нужно права супер пользователя батарея батарея заряд 52 максимальная нагрузка 100 процентов 26 градусов и киона то же самое что и предыдущая программа звуки громкость музыки сообщения звонков системных звуков то есть здесь сейчас на максимуме стоит виброотклик вибросигнал при нажатии работает микрофон тоже есть у нас есть возможность записать разговариваем и у нас записывает микрофон записывает у нас формате съем 16 бит частота дискретизации 44100 usb 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 нам питание подключать и то есть естественно мы смотрели что есть у нас usb разъем датчик не будем проверять операционная система идет у нас android 403 датчик освещенности видим что реагирует люмекс изменяются датчик освещенности есть датчик приближения при разговоре экран тухнет датчик это тоже у нас присутствует так датчик температуры нет давления нет вспышка есть возможность фотографироваться вспышка есть дальше гироскоп ротационный вектор этих датчиков у нас нет протестировали мы с вами телефон на датчики теперь давайте проверим наш девайс на производительность в играх примеру стандартная игра как заведено уже во всех видео обзорах играем в англибирд мы видим что игра работа без зависания есть возможность увеличение уменьшения просмотра игры для точности удара примеру и давайте с вами попробуем какой-нибудь другой игре протестируем к примеру с помощью этой игры мы сможем с вами протестировать дальше положение пространстве а С меня водитель, конечно, никакой, но я постараюсь. Видим, что датчик ориентации в пространстве работает. Очень чувствительный при малейших движениях телефона в разные стороны. Датчик у нас реагирует. Есть возможность у нас еще протестировать телефон на другие датчики. К примеру, мультитач. С помощью этой игры мы с вами попробуем несколько движений одновременно. То есть мы можем с вами как два, как и четыре работать. Мультитач отвечает на карстане на все одновременно. Есть. Продолжим мы с вами тестирование с помощью, наверное, еще какой-то игры. Если есть возможность, у нас... Очень производительные игры идут с такой памятью и процессором, с 3D-ускорителем PowerWare SGX 531 и процессором Mediatek 6575 Cortex-A9, я сейчас 1 Гц, все игры проходят просто на ура. П spells это một лодочке. Иры LD-2 Продолжим мы с Superior Видим, что тоже датчик у нас хорошо работает. Сенсор отвечает корректно на все касания. Есть. Проверили мы с вами сенсор, как он реагирует на быстрое прикосновение. Есть возможность еще проверить. Нужно загружать эту игру. Пока она загружается, мы проведем еще осмотр. Протестируем все с помощью программки Antutu Бетчмарк. Мы с вами проверим кпл память, 2D графику, 3D графику, данные ввода-вывода и запись чтения с SD-карты. Произведем с вами тест. Все датчики сейчас проверятся. Тесты кпу, памяти, графики, ввода-вывода, запись чтения с SD-карты. И выдаст нам результат. Где наш девайс находится, на какой линейке. Думаю, это нужно будет вырезать, потому что тест проходит долго, чтобы экономить ваше время для просмотра. Оставим только окончательный результат. Итак, прошел тест с помощью программки Antutu Бетчмарк. Показала нам вот такие вот данные. Общая оценка 3297. И можем посмотреть результаты по графику. Сейчас суммируют. И мы сможем с вами просмотреть общие данные. Вот по такой вот шкале. Наше устройство видим 3297. Выше, чем Sony Ericsson X10i, Galaxy S, Nexus S. Выше всего-навсего стоит HTC Evo 3D. В нем КПУ в целом больше. Видим даже серое, да? Также 3D графика больше, соответственно. Но наше устройство зато не на последнем месте. Ну, Asus Transformer Prime все-таки находится на самом первом месте. Значит, информация. Посмотрим еще раз. Бренд. Производительность. КПУ MT6575. Модель RMV7. Частота 1.1 МГц. Разрешение 480 на 800, как и предыдущие приложения показали. Память доступна 2519, 0,8 мегабайт. Рам память 980, 7. Размеры для карты. Камера 8. Предыдущие нам показывало приложение 4.9 даже. Здесь 8. Версия Android 4.03. Версия сборки. И ядро. Думаю, этой программке можно верить, потому что это одна из лучших программ для тестирования производительности и вывода результатов. Теперь давайте мы с вами еще попробуем посерфить в интернете. сможем посмотреть, как у нас... неправильно ввели адрес. клон.нет, интернет-магазин брендовых моделей, где вы можете приобрести очень быстро и очень хорошую модель для себя, своих родственников, или же подарок. неважно. В этом магазине есть практически все, что вам нужно по доступной для вас цене. интернет мы с вами просмотрели. Браузер работает довольно-таки, быстро загружается. и следующий вопрос, который нас интересует, это, наверное, воспроизведение видео и аудио. Видим, что видео воспроизводится у нас достаточно хорошо. Есть возможность отправки сразу, быстро. И давайте посмотрим еще, как мы с вами фотографии. отображение фотографии загружается очень быстро в рабочий стол. Есть досмотр, как в основном меню фотоальбома, так и в дополнительном. Возможность предосмотра сразу фотографий предварительно. и возможность увеличения просмотра с помощью скролла в наших фотографиях. Вот, немножко побаловались. Теперь, вопрос фотографий. Камера, один из вопросов, которых, в большей части, интересует всех пользователей. Давайте мы с вами попробуем сделать фотографию и ее просмотреть. Так, есть возможность предосмотра. Также автофокус, установка режима съемки, освещение, баланс белого, цветовые оттенки, технология распознавания лиц, видеосъемка как передней, так и задней камерой. И редактирование также. Есть возможность. Качество сделанных фотографий не оставляет никаких сомнений. Есть возможность быстрого переключения фотоаппарата, как на фронтальную камеру, так и на основную. Переключение на видеосъемку, фото или панорамную. И, соответственно, зум. С фотоаппаратом разобрались. Возможности. Что бы хотелось сказать в заключении в этом девайсе. Это один из лучших китайских смартфонов по отношению цена-качество на рынке коммуникаторов. Jiu G2 обладает просто приятными характеристиками. Не только приятными, а, можно сказать, потрясающими. Он может соперничать даже с именитыми европейскими и американскими брендами. Но цена при этом остается максимально низкая. Как всегда, купить Jiu G2 в Украине вы сможете в нашем интернет-магазине Icon.net. И в полной мере насладиться шикарным 4-дюймовым IPS-дисплеем, который поражает своими углами обзора. 180 градусов со всех четырех сторон. И цветопередачей. На данный момент дисплей такого качества устанавливается только в этой модели. Внешний вид смартфона стилизирован под продукцию Samsung. Как мы с вами видим, действительно, как оригинальные модели Samsung. Производитель по праву может гордиться своим смартфоном. Ведь девайс один из немногих оснащен хотя бы одним гигом оперативной памяти. В сочетании с 1 ГГц процессора ARM версии 7, модель MediaTek MT6575 и 3D ускорителем, коммуникатор справляется с любой игрушкой или приложением. Это мы с вами уже видели. Основная фотокамера позволяет делать снимки. Очень качественная. Восьмипиксельная камера оснащена автофокусом, подсветкой. Также, что удивило в этой модели, это ёмкость аккумулятора, которая позволяет долго работать вашему смартфону. Ёмкость этой батареи составляет 2050 мАч. При этом коммуникатор очень тонкий, 10,8 мм. Мы будем рады помочь вам в приобретении GAU-G2 с доставкой по Украине. Это одна из лучших моделей на данное время. Думаю, на этом всё. Субтитры сделал DimaTorzok